Люди, которые на фронте или в подобной тяжелой ситуации, когда мало времени на практику и тяжелые окружающие условия. На чем лучше сконцентрироваться? Что читать, как молиться или еще какая духовная деятельность будет лучше в этом случае? Ну, в первую очередь, это наши округи, Махамантуру. Но читать нужно, конечно, очень-очень искренне, очень беспомощно, искренне нужно читать. Например, мы тут сидим, теплоалтарная комната, там мягкие коврики у нас, тулоси, тут герерадж тут с нами, преданные, очень комфортное состояние, очень. И в таком комфортном состоянии можно и вздремнуть, можно и обусловиться, можно и там о чем-то подумать. Но когда вот такая вот ситуация, когда смерть, она просто дышит тебе в затылок, да, это есть возможность прям предаваться. И я бы посоветовал предным, которые находятся в зоне боевых действий, постоянно повторять мантуру, всегда повторять мантуру. В уме, если есть возможность, слух, если нет возможности, в уме повторять. Но потому что снаряд может прилететь в любой момент. Такой свист, доля секунды, свист и все, и конец. Это нужно повторять. Тут рассказывали про наших предных, которые погибли в миссии «Пища для жизни». Вот. Один предный, я его знаю очень хорошо, он в снаряд попал, и мгновенная смерть у него была. Но при этом, когда его из-под обломков вытащили, он держал ухо, сотовый телефон держал. И предный, который разговаривал с ним по сотовому телефону, он рассказывал, когда мы закончили разговор, я ему сказал «Харе Кришна». И обычно предные тоже отвечают «Харе Кришна». «Харе Кришна, Харе Кришна». И именно в этот момент раздался вот этот взрыв, он говорит. Он услышал в трубку, такой грохот раздался. То есть сотовый телефон успел передать вот этот момент. И возможно он, знаете, может быть не успел сказать «Харе Кришна», а может в уме сказал «Харе Кришна». Понимаете, Кришна как защищает своих преданных? Он входит в ум преданного. И в конечном счете, в конечном счете милость мы получаем от Кришны в большинстве случаев через преданных. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс. Составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги. И первым оказался Балберес. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс. Там распространяется огромное количество книг. Только Багават Гид, около 7 тысяч уже люди выкупили за полтора года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды «Интернет Санкиртаны». Мы поддерживаем низкую стоимость на Балберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цен на таком уровне, нам необходимо ваше участие. Продолжение следует...